Эта дорога – единственная связь жителей дома номер 46А на улице Кутузова с Большим Миром. По ней нужно пройти на остановку, по ней в магазин, по ней же в гости. Однако дорога больше похожа на грунтовую, ведь под слоем грязи и земли асфальт угадывается с трудом. Местные жители говорят, что капитального ремонта здесь не было около 40 лет. Не чистится ничего, абсолютно. Единственная тропа, вот она, вот так, вдоль автодрома, вот это вот там у нас ступенечки. Это просто карикатура. Жить в городе, и когда все ходят уже в туфлях, мы ходим, не знаю, дома и в сапогах, когда начинается таяние снега, это вообще ужасно. Это сплошные лужи, сплошная грязь. Ольга Охромкина, мама троих детей, признается, что самое тяжелое время – это зима, ведь тротуара нет. И если летом с коляской можно пройти по бровке стадиона, то в холодное время года снег никто не убирает. С маленьким ребенком приходится выходить на трассу. Машина едет, кто в сугроб, если водитель нормальный, он уступит, пробегаешь как-то с коляской. Если нет, то как бы пытаешься сама в сугроб зайти. Когда-то дом был общежитием многопрофильного колледжа, затем его передали городу. Жители оказались на отшибе, и разобраться, кто должен благоустраивать территорию, не могут до сих пор. Постепенно начали появляться заборы. Колледж уже огородил территорию около центрального здания и автодрома. Люди боятся, что следующий забор появится у стадиона. Обращение к депутатам дало противоречивые результаты. Первое письмо жители направили в «Единую Россию». Написала, было все в письменном виде. Пришел ответ, что якобы запланирована наша дорога в бюджет города Рязани 2015-2020 год. Тишина. Не так давно, ну, наверное, где-то в сентябре я обращалась в ЛДПР. Тоже пришел ответ, что дорога, оказывается, у нас принадлежит нашему техникуму. Год два назад приезжал Ковалев, тут нам немножко засыпали, сказали, что сделают дорогу, но так и не сделали. Зимой, вернее, скорая, они сюда не могут проехать. Не такси? Не такси. Не такси сюда не едет. А между тем, дорога становится все хуже. Большие и маленькие, глубокие и мелкие. Ямы здесь можно встретить на любой вкус. А вот проехать и не влететь хотя бы в одну из них не получается даже у старожилов. Дорог вообще нету. Не делай. Каждую неделю баллоны все, клеим и клеим с этими дорогами. Хотелось бы к лучшему, чтобы побыстрее дороги сделали. Пока жителям везет, в этом году осень выдалась сухой. Но что будет зимой, они боятся даже представить.